Тем временем в ЦИК завершилась предвыборная лотерея. Партии разыграли номера, под которыми попадут в бюллетени. Первая в списке Родина, у Единой России четвертое место. Детали политического розыгрыша узнаем у нашего корреспондента Анны Заброды. Аня, приветствую тебя. Ну, расскажи, какие прогнозы были у политиков до того, как. Они же предсказания озвучивали. Да, Оксана, здравствуй. Действительно, ну, сегодня в роли пророка получился Владимир Жириновский. И в тот момент, когда свой билет, свой номер вышла тянуть в партии «Единая Россия», он несколько раз кричал «четвертый номер, четвертый номер». Ну, вот так и получилось, что партия вытянула именно цифру 4. До последнего, кстати, журналисты не отпускали именно Владимира Жириновского. Не знаю, может быть, пытались свое будущее узнать. Ну, кстати, вот когда вытянула партия «Единая Россия» номер 4, Валентина Терешкова, которая, в общем-то, этот шар и доставала, она сказала, что четверка – это цифра хорошая. В России 4 ноября отмечается День народного единства. Это очень символично. Но вот, кстати, оппоненты в тот момент начали перешептываться и говорить о том, что, например, в китайской философии четверка – цифра не очень хорошая. Что касается лидера ЛДПР. Он вытянул номер 7. ЛДПР, значит, в списке федеральном будет именно под этим номером. И Владимир Жириновский был очень рад именно этой цифре. Он сказал, что золотая середина, шансов на победу однозначно больше. Седьмой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что ж, первое место Родина, седьмое ЛДПР, последняя справедливая Россия, 14 всего строчек, вы только представьте 14. Ну, Анна Заброда только что рассказала нам, как все это происходило, атмосфера была дружеская достаточно, вот так вот все подшучивали друг на другом. Вот выясняется, что просто пророчество Владимир Жириновский сегодня дал, представляется, четыре, цифра четыре. И вот, пожалуйста, в это время Единая Россия как раз решалась, под каким номером будет в бюллетене. Ну что ж, Анна Заброда следила за этим процессом и рассказала нам, как это было.